Привет! Меня зовут Свешников Антон, я каякер. Сегодня я хотел бы рассказать о том снаряжении, которое я беру с собой в экспедиционный сплав. Сейчас не буду говорить о касках, жилетах, гидрокостюмах и так далее. Я поговорю о том, что я использую на берегу. То есть, когда сплав закончился, и вот вечером нам нужно что-то на себя надеть, где-то спать, что-то есть и как-то все это хранить. Об этом мы и поговорим. Если вы сплавляетесь на каяке или на покрафте, вы прекрасно знаете, насколько для вас важен упаковочный объем, потому что в корму каяка много запихнуть не получится, и вес. Каждый лишний грамм сказывается на управляемости вашего судна. Если вы сплавляетесь на катамаране или рафте, то, естественно, все уже не так плохо. Вы можете взять с собой все, что угодно и в каких угодно количествах. Однако, если вам предстоит длинная сложная экспедиция, например, с длинной пешей заброской, то такая же концепция выбора снаряжения для берега, который используют каякеры, вам вполне подойдет. По сути дела, это fast and white. Быстро и легко. Вам нужно выбрать необходимый минимум снаряжения, которым вы сможете обойтись. И на протяжении достаточно долгого времени, долгой экспедиции чувствовать себя нормально на берегу. Итак, начнем с одежды. Все начинается с термобелья. Естественно, то термобелье, которое вы используете в водных путешествиях, должно быть синтетическим. Никакой шерсти, никакого хлопка, только синтетика. Всегда берите с собой пару комплектов термобелья. Одно потоньше, другое потолще. В качестве белья потоньше я использую термобелье из материала Polartec Power Grid или Polartec Power Dry. В качестве белья потеплее я использую белье, которое сделано из материала Polartec Power Stretch. У сплава есть такая чудесная штука, называется изотермик. Вообще, вот этот костюм цельный, это цельный костюм, то есть такой комбинезон. Вообще, изначально он предназначался для спелеологии, но выяснилось, что он отлично подходит и для водных дел. Например, если вы используете в качестве защиты от воды сухой костюм, dry suit, то вот это идеальная поддевка под dry suit. Соответственно, если у вас хороший dry suit, то можно вообще ограничиться одним комплектом термобелья, и как правило, это вот изотермик. У сплава они есть разные, есть потеплее, есть похолоднее. В общем, в зависимости от того, куда вы собираетесь, выбирайте тот, который вам нужен. Если я сплавляюсь по какой-нибудь ледниковой речке высоко в горах, то вот такой вот изотермик из Polartec Power Stretch это мой выбор. Я прям его нежно люблю. Соответственно, в одном сплавляемся, другое используем во время сна. Если внезапно погода изменилась, стало прохладнее или стало теплее, меняем комплекты местами. Также термоноски. Опять же, забудьте про ХБ. Только синтетика, только хардкор, просто потому, что они не будут впитывать влагу и будут гораздо быстрее сохнуть. Следующий слой, средний, это утеплитель. В качестве утеплителя, опять же, можно использовать вещи из флиса. Вот, например, такую кофту, которая на мне сейчас надета или вот такую, которая называется Thermal Pro. Чем мне нравятся такие кофты, тем, что у них есть капюшон. Мне, соответственно, не нужно брать с собой лишнюю шапку, которую можно потерять, которую там сложно искать в гермомешке и которая лишь чего-то весит еще дополнительно. Стало холодно, нацепил капюшон. Стало потеплее, снял капюшон. В качестве защиты, в качестве верхнего слоя третьего я использую мембранную куртку и для каякинга идеально подходит куртка, которая называется Minima. Собственно, минимализм это то, что нам нужно, потому что Fast & Light, вот эта куртка, она особо ничего не весит и при этом защитит вас от осадков, ветра и всего остального. Что надеть вниз? Вниз я обычно надеваю шорты, если холодно, я надеваю их прямо на термобелье. Вот, можно вспомнить, как это было в детском саду, когда вы напяливали шорты прямо на колготке. Ощущения очень похожие, тепло, комфортно и как будто бы в детстве. Что касается обуви, опять же, если речь идет о той обуви, которую используют только на берегу, не на сплаве, то для себя я нашел идеальный вариант, это кроксы или что-то такое кроксообразное. Эти штуки не обязательно упаковывать в драйбэк, потому что они не намокают. Они достаточно теплые, они достаточно мягкие, в них нечему ломаться и, кроме того, в них можно, в общем-то, достаточно успешно при некотором навыке ходить пешком. Например, я в ладахе забрался в этих кроксах на пятитысячный перевал. Теперь, как мы будем спать. Качественный сон, это, в общем, залог успеха вашей экспедиции, потому что после того, как вы хорошо погребли, вам нужно хорошо отдохнуть. И опять же, мы сталкиваемся с тем, что запихнуть, например, коврик, сделанный из пенки, в корму каяка, ну, конечно, получится, но вот все остальное уже, наверное, нет. Поэтому я использую самонадувающиеся или надувные коврики. Вот, например, вот такой ковер. В данном случае это такой спартанский вариант, потому что он укорочен. Вот сюда можно, например, его постелить драйбэг и спать на нем. Вот, пакуется в совершенно маленькую такую несущественную штуку, которая занимает очень мало места в корме лодки или в вашем драйбэге и практически ничего не весит. Вот, существенным заметным недостатком по сравнению с пенкой является то, что надувные самонадувающиеся коврики, они боятся искр костра, боятся проколов, нужно внимательно выбирать место, куда вы собираетесь его положить. В то время, когда пенке ей просто наплевать. Где бросил, там и спишь. Спальник. Поскольку, когда мы справляемся, мы постоянно живем рядом с рекой, там выпадает роса, там высокая влажность, иногда приходится насочевать в каких-то мокрых пустах, к спальнику предъявляются особые требования. Спальник, помимо того, что он должен быть легким и компактным, также должен не бояться влаги, поэтому пуховый утеплитель отпадает сразу. Я использую спальник из утеплителя, который называется Primaloft. Вот этот спальник называется Antris 60 и, на мой взгляд, это лучший спальник для водных активностей, таких как сплав, водный туризм, каякинг, сапсерфинг и так далее. Вот этот спальник рассчитан на температуру комфорта плюс 10, плюс 13. В общем, для летнего сплава то, что нужно, упаковывается в штуковину, которая чуть больше двухлитровой бутылки и весит полкило. Вот, при этом в нем комфортно спать, удобно, он, я не боюсь его промочить, его легко стирать, легко высушивать и так далее. В общем, это прям моя любимая штука, я использую его каждое лето. Вот, из особенностей, у него достаточно короткая молния на две трети длины спальника, вот, к этому нужно привыкать, но обычно через неделю перестаешь это замечать. Окей, теперь защита от ветра, осадков и всего остального. В каяк-экспедиции палатка это непозволительная роскошь, ну, просто не влезает она в корму лодки, поэтому каякеры используют тенты. Вот это вот тент с силиконовой пропиткой, которая называется Ковал. Его размеры 3 на 4,5 метра. При правильном подходе под ним можно разместить 6 человек. Если не гнаться за комфортом, то под ним можно разместить 8 человек. Тесненько, но можно. Защита от дождя отлично, если правильно натянуть, защита от ветра. Единственное, от чего они не защищают, так это насекомые. Так что где-то в Карелии или на Кольском полуострове придется помучаться от комаров, с комарами. Но, в общем, зато вы сэкономите несколько килограмм вашего багажа. Окей, что мы будем есть? Если вы путешествуете по речке, которая течет через лес, а это большинство речек, то, в общем, вы можете, конечно, ограничиться костром. Если вы путешествуете где-то высоко в горах, например, не знаю, в северо-восточной Индии, на Памире, на Тяньшане, где дров нету, берите с собой горелку. В общем, горелки, они практически все легкие и не занимают много места. Я использую Jetboil, сейчас полно альтернатив. В общем, что хотите, то используйте. Посуда. Мне нравится титановая посуда за счет того, что она очень легкая. То есть пластиковая посуда, она, на самом деле, была бы, на самом деле, такой же легкой, но ее сложно мыть, она ломается и все такое. Вот такая кастрюлька может быть, такой набор может быть одновременно и сковородкой, и кастрюлькой, и миской, и всем на свете. Вот, опять же, ничего не весит. В драйбэк убирать, в принципе, не надо, потому что намокнет, ничего страшного не будет. Вот, очень удобно. А теперь про то, в чем мы все это будем возить. Если вы занимаетесь каякингом, то идеальный вариант для каякинга – это вот такие вот гермы, которые называются Каноэ Пак. Она сделана, она конусообразная, сделана по форме кормы каяка. В общем, две таких без проблем влезают в корму сплавного каяка. Она сделана из достаточно легкой ткани, и, как бы, это два преимущества. Во-первых, они легкие, эти гермы, они сами по себе особо ничего не весят. Во-вторых, эта легкая ткань позволяет скрутку аккуратно закрутить как можно плотнее и закрыть ее. И даже в случае, если вы отправите ваш каяк в свободное плавание без вас по бурной речке, эта штука протечет с меньшей вероятностью, чем более плотная герма, потому что закрутить ее будет сложнее и нужно быть более аккуратным. Если вы сплавляетесь на катамаране, то вы можете использовать вот такой большой гермомешок в качестве вкладыша в рюкзак. Если вас не греет перспектива точить с собой еще и рюкзак, который пролежит на вашем катамаране всю поездку в качестве мертвого груза, то можно использовать дафлбэги. Это вот такие сумки. Вы складываете все необходимое вовнутрь, они достаточно плотные. Закручиваете скрутку, состегиваете все это. Много всяких закрывашек для того, чтобы эта штука точно не протекла. И привязываете на ваш катамаран или раф. Дафлбэги бывают разного размера. Вот это маленький, самый большой, он по-моему, то ли 120, то ли 140 литров. Вообще можно все что угодно запихать. Надо понимать, что эти штуки достаточно тяжелые, зато они прочные. Если у вас вопрос веса не стоит очень актуально, то да, флбэги это на самом деле очень удобно. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, что я всегда беру с собой, это кермомешок с аптечкой. Подбор аптечки это такой отдельный вопрос, про который нужно снимать отдельное длинное видео, которое лучше бы снял медик, а не я. В общем, моя аптечка групповая помещается вот такой вот небольшой драйбэжик. Подводя итог, хочу сказать, что данный набор, он достаточно аскетичный, он достаточно спартанский, но тем не менее, благодаря этому вы получаете комплект снаряжения для берега, который весит меньше 5 килограмм, сильно меньше 5 килограмм. Соответственно, ваша лодка хорошо управляется, вы без проблем запихиваете все необходимое в корму вашего каика, вашего пакрафта, или упаковываете на ваш катамаран или рафт. Это вам не мешает, это занимает минимум времени, и в принципе с таким комплектом можно в относительном комфорте пропутешествовать достаточно длинную экспедицию, вот, и вам не надоест. Ну что, путешествуйте по рекам и увидимся где-нибудь в горах.